МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Откуда берется агрессия? Как быть с теми людьми, которые ее источают? И можно ли свою негативную энергию направить в мирное русло? Поговорим в нашей программе. Сегодня в программе. Выпускаем пар с помощью мишки для битья. Устраиваем подростковые разборки прямо в центре города. И смотрим, вмешаются ли взрослые в детский конфликт. Это не ваше дело. Это не ваше дело. Что случилось? И, наконец, выясняем, многие ли родители отказались от популярного в прошлом воспитания ремнем. Обними, если не бьешь своих детей. Справиться с агрессией нам помогут эксперты. Леонид Олди Никонов. Болельщик. Конфликты на поле и за его пределами привык решать кулаками. За что состоит на контроле у спецслужб. Герман Пилипенко. Росготерапевт. Буквально выбивает из своих клиентов агрессию, страхи и другие психологические проблемы. Григорий Овцов. Психотерапевт. Знает, как справиться со своей агрессией. И амортизировать чужую. И вас научит. Итак, агрессия. Поведение, которое психологи связывают одновременно и с защитой, и с нападением. И с прогрессом, и с регрессом. Вот такое вот противоречивое явление. А что скажут наши эксперты? Как рождается агрессия, и какие ее проявления конструктивны, а какие нет? Агрессия, она важна, потому что тогда это активный человек. У него активный поисковый режим. Поиск там, где тепло, интересно, где сытно, где солнце. Но я бы больше сказал, что вообще агрессия – это фундаментальное свойство живого. Определение агрессии, их существует, ну вот, я видел несколько десятков. Другой вопрос, что она действительно может быть как конструктивной, так и деструктивной. Что деструктивная агрессия – это агрессия, направленная на причинение вреда психологического либо физического другим живым существам. И, как правило, не вписывающаяся в какие-то социальные нормы. Леонид, агрессия болельщика, она конструктивная или деструктивная? Конечно, деструктивная. Она заложена уже в самом спорте. И это вся передается, вот эта агрессия, кому? Фанатам, болельщикам. И потом это еще, вне стадиона, это все может и выплеснуться на фанатов другой команды, на прохожих, на стариков, пенсионеров, даже детей. Ну, так или иначе, даже тот, кто, казалось бы, мухи не обидит, все равно испытывает страх, ярость и злость. И выражает их, как умеет. А мы решили узнать, действительно ли жители городов так застрессованы и агрессивны, как это принято считать. И предложили им выместить свою злость вполне безобидным способом. Смотрим наш первый эксперимент. Вы злитесь? Обижены? Раздражены? Наш Мишка готов избавить вас от негатива. Можно с ним делать все, что угодно. Бить, рвать, пинать, пачкать. Оценят ли жители города-миллионника такую услугу? Поначалу на медведя обращали внимание только маленькие дети и их родители. Но вскоре подтянулись подростки и взрослые люди. Как же правильно избавляться от негатива? Наши респонденты поделились своими способами. Я иду в спортзал. И там выплескиваю весь негатив к спорту. Уйду, поплачу и все. Зову друга и выговариваю ему гадости всякие. Вдохну и выдохну. Матом ругаешь. Посажусь за руль и уезжаю на трассу. Начинаю убираться дома. Я как музыкант начинаю сразу пески петь. Я не злюсь. Не агрессивно я. Сразу хочу спросить у участников наших следующих экспериментов, как вы выражаете свою злость? Дарья, расскажите. Просто тоже бывает сажусь и либо поплачу, либо просто послушаю музыку. Вот это помогает. Арина, а вы? Бьете тарелки? Телефоны об стену? Нет, мне их слишком жалко, но я начинаю громко кричать. Григорий, вам как психотерапевту какие-нибудь из озвученных способов кажутся приемлемыми? Как можно выразить свою злость? На самом деле, когда говорят про то, что надо чего-то или кого-то побить, это как раз пример такой неэффективной канализации агрессии. На самом деле. Это можно делать в крайнем случае. То есть агрессия – это наша защитная реакция на то, что нас что-то не устраивает. Какие-то наши потребности не удовлетворяются. И тут надо разбираться. Во-первых, насколько эти потребности адекватны, уместны, и какие существуют здоровые способы их удовлетворить. Леонид, а расскажите, пожалуйста, как вы выплескиваете агрессию, если это вне... Я кричу. Вот у меня были случаи в Петербурге, в Магиттогорске, меня оскорбили, назвали меня петухом. Пришлось его, Ленечка, как я и дедушка. Ну, я собираю кружки разных клубов. Програли в Спартаку, давно это было. Я эту кружку разбил. У меня кафельный пол в кухне. Не жалко? Жалко, но уже не склеишь. А как нужно было действовать? Посоветуйте Леониду в этой ситуации. Она стоит 400 рублей, ну, вообще зачетная кружка как бы. Спасите следующие 400 рублей. Знаете, есть защита агрессии на агрессию, да, дурак сам дурак, а есть такое, есть такое, говорит, ну, они меня удивили, вот, кто выиграл вас, да. Попробуйте в следующий раз, чтобы кружки купить. Это такое удивление. Я по-другому стал поступать. Когда мы играем с какой-то командой, ну, когда я болел за хоккей, я, как знаете, вот, из черепа врага раньше князья пили вино. Зелено вино. Из черепа. А я из этой кружки пью пиво. О, найти применение. И, естественно, ее не бью, потому что пиво жалко, и коллекция уже есть. Интеллект может найти всему применение. Ну, то есть мы создали, по сути, условия, когда эту кружку бить не захочет. Совершенно верно. Фактически, я речь об этом. Удивление – это более интеллектуальная защита. Это наступил кто-то вам на ногу, ты говоришь, товарищ, вы меня удивили вообще. Герман, вы специалист по розготерапии. Да. Звучит страшно. Я так понимаю, что вы бьете людей за их же деньги. Этот метод называется внешнего дозированного болевого воздействия, лечения витальной активности, ухода от жизни, от проявленности, какой-то уход в себя. И мы достаем эмоции. Мы тогда выходим на события, в котором он это чувство получал, где-то получил. Выходим на убеждения, которые он где-то накрутил, накрутил, преувеличил. И мы тогда выходим на психоанализ. Марина, давайте эксперимент. Я сейчас прямо на пол лягу, сниму майку. Да. Да я могу не снимать, можно не снимать. И футболку не снимать. Нет, ничего не снимать. Вот я сейчас буду издалека начинать, да, а вы будете говорить свое впечатление, хорошо? Посмотрите на меня вот так вот. Вот какое чувство у вас. Как будто он мушкетер. О! А меня в жар бросило. А человека в жар бросило. То, что я сейчас сделал, это диагностика. Вот он совершенно спокоен, а вас уже тряхануло. Так. Значит, мы говорим, а это диагностика такая. Значит, мы говорим, о, у этого человека тревожность, уже чувство жертвы. И тогда мы, этого уже достаточно. И мы тогда работаем с этим чувством. И рассуждать... Верман, короче, хлопните мне по спине. А, да. Если очень просят, сделайте мне больно. Смотри, только мы, я обычно говорю, ради чего? Это, есть у вас мечта какая-нибудь? В ближайшее время вы хотите что-то... А, мечта, чтобы победили сборная России, победила Чудоте Мира в Братиславе. О! Отлично. Затрепим. Вот у вас такая мечта. А если это произойдет, вы каким будете? Как вы будете радоваться? Конечно же. А если не произойдет, тогда что будет? Поеду домой. Ну, каким? Опустошенным. Опустошенным. Тогда я нанесу этот удар, чтобы у вас не было опустошения. Давай. Хорошо? Окей. Вот так. И отпустите мышцы сейчас. Кружку бить не будете уже, да? Можно сесть. Можно сесть. Присаживайтесь. Как ощущения, Леонид? Нормальные. Нормальные, да. Это суть этого метода, что прививка от стресса. Прививка вот эта? Да. То есть вы меня привили? Да. Ну, чтобы вы... Только ради того, чтобы вас не накрыла пустота. А что насчет того, чтобы в научных целях организовать потасовку? Разумеется. Только сначала я хочу спросить участников нашего конфликта, то есть участников нашего второго эксперимента. Вам известно такое явление, как буллинг? Если по-русски, то травляю. И участвовали ли вы в таком явлении? Я старалась никого не травить, потому что были случаи, когда на меня агрессия была направлена. И я не знала, как действовать, потому что, когда я пыталась отвечать, они реагировали. Они никак не реагировали. Мне когда говорили противные слова, кажется, мы дежурные были, я повязку в рот запихнула девочке, чтобы она замолчала. И закончилась конфликт сработала? Да, замолчала. Ну что ж, сейчас мы продемонстрируем, как выглядит буллинг, а заодно узнаем, какова роль взрослых людей в подростковых проблемах. Смотрим. Публично выяснять отношения сегодня будет компания из восьми подростков. Это учащиеся детской киностудии, поэтому не принимайте происходящее близко к сердцу. Все, что вы увидите далее, не более чем хорошая актерская игра. Но вот прохожие об этом не знают. Для них все реально. Семеро нападают на одного. Первой жертвой буллинга станет Даша. Давай, давай, если... Я не буду ничего этого делать. Ты перед всем классом провинилась. Молодец. 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 Помогала. Смени только. Нас забыть просила. Нам зачем это помощь? Молодец. Что за то? Если бы Лиза у вас к учителю, так и скажи. Полила. Она бы не заметила, ты не подумала об этом. Мне так больно. Мне так больно. Давай, давай. Давай, давай, давай. Что, как лучше вообще? За Дашу вступились два раза за полчаса. Большинство свидетелей травли проходили мимо, с интересом оглядываясь на стычку. Может быть, они не считали ситуацию опасной? Попробуем накалить обстановку. Теперь жертвой однокашников станет Олеся. Давай, давай, давай. Это из-за тебя вообще все. Это перебор. Снимайся. Не пустим. Давай, не пустим. Давай. Стой. Давай. Давай, сменяйся. Смениться. Надо сменять. Чтобы знала и больше так не делала. Давай. Ты понимаешь, что сделала? Что я вообще? Из-за тебя проблемы. Молодец. Извиняйся. Всем disp 一 cinco. Будут извиняться. Нас директору засу тебя вызвали. Пока не повезли, если не пойдешь домой. Давай, закаливайся. Это не ваше дело. Это не ваше дело. Что случилось? Вы кто? Слышь. Что? Что�? Спасибо. До одной пять. Будет извиняться. Нас директору засу тебя вызвали. Пока не повезли, если не пойти домой. Давай. Ахахахахах. Девочки, ну расскажите, пожалуйста, как ваши впечатления от нашего эксперимента, Арина? Я была впервые со стороны агрессора. Мне было очень жалко, когда я играла с Олесей. Мы изображали сэнбой, когда я за волосы таскала. И когда я начинала плакать, я тихо извиняла. Говорила, извини, 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 извини. Даша, скажи, а что ты почувствовала, когда вы поменялись ролями сначала? Ты была жертвой, да, потом Олесей, когда тебе нужно было проявлять агрессию по отношению к другому человеку? Ну, если честно, я старалась сильно не говорить слов, потому что я представляю на месте этого человека себя, и я бы никогда такого не сделала. Вот смотрите, наш эксперимент многие люди проходили мимо, думали о том, что разберутся сами. Это нормальная реакция человека? Поделитесь, пожалуйста, Леонид Герман, как бы вы поступили? Не, ну, каждый нормальный человек вмешается. Конечно, нужно поднять шум. Мы можем подобрать пару слов. Они могут быть оскорбительные или какие-то очень убедительные. И что-то, конечно, выкрикнуть. Менты, рассыпайся, да? Конечно, конечно. Я не стал кричать, но такие случаи были, и мы кричали, кричали, менты, и все рассыпались. Ну, мне кажется, всем будет интересно узнать и родителям, и их детям, как все-таки себя вести в ситуации, когда на тебя нападают, да, какой-то агрессор. Один ли он, много ли их? Григорий, можно вас попросить продемонстрировать? Ну, во-первых, я вначале должен сказать несколько слов, да. Буллинг в детском коллективе не решается без вмешательства взрослых. Никакие психологические приемчики, а вот надо сказать вот так, надо вот улыбнуться, они не работают. Если мы говорим о бытовой ситуации, всегда существует два способа, да? Давайте с Ариной это продемонстрируем, хорошо? Я так понимаю, Арина сейчас у нас будет... Ты меня сейчас будешь оскорблять. Я вот так вот сделаю, чтобы выглядеть более жалким. Господи, придурок, как же ты меня бесишь. Слушай, ты сама дура, на себя посмотри, да? А ты на себя смотрел в зеркало, урод? Тебе же не жалко других, как ты входишь в этом везде? Ты вообще как можешь обо мне тут говорить? Что хочу, ты и говорю. Я тебе сейчас в нос дам вообще, поняла, да? А я позову братьев. Вот сейчас, то, что сейчас происходит, это мы идем по пути конфронтации. Ну и в этой ситуации, ну, победит тот, кто имеет больше ресурсов. То есть, очевидно, если у нас дойдет до рукопашной, ну, скорее всего, если Арина тайно не занимается там какими-нибудь боевыми искусствами, преимущество будет на моей стороне, да? Теперь попробуем другой вариант. То же самое. Ты меня бесишь, придурок. Что тут встал? Ну, извини, пожалуйста, я могу подвинуться. Мне не надо, чтобы ты двигался, мне надо, чтобы ты ушел отсюда. Уйди. Ну, хорошо, я уйду. Отлично. Только я закончу свое дело и уйду. Да мне плевать на свое дело. Ну, да, я понимаю, я понимаю, ты злишься на меня, я тебе мешаю, да. Арина проиграла? Больше нечего сказать? Что это было? Ну, то есть здесь я пытался амортизировать конфликт. Отмазался он. То есть я соглашался с ее правом испытывать ее чувства. Понятно, что это будет работать не всегда. А интерес пропадает спорить. И в этой ситуации у нее пропадает интерес на меня нападать и продолжать конфликт. Естественно, это не панацея. То есть мы вернемся на места, да? Но как вариант, даже в буллинге, мне кажется, стоило бы попробовать. Ну, смотрите, вот Даша у нас была или есть в такой ситуации, да, когда класс настроен против нее. Что ей делать? Часто, если уже вот эта атмосфера сложилась в классе, там, в каком-то коллективе, ну, без вмешательства какого-то извне, без использования внешних ресурсов. Пусть папа придет и поговорит с родителями вот этих вот. Даша, а помощи просила? Да, просила. Вот меня, можно сказать, один одноклассник, он меня бил, я вызывал, и что делал? Я просто взяла, позвонила папе, передала трубку, он поговорил, он перестал уже меня бить. Просто по телефону даже подействовал? Если учитель это видит, и учитель не реагирует, ну, это недопустимо. Вот учитель обязан реагировать на такие вещи. Многие ли отказались от привычного еще недавно воспитания ремнем, мы проверили в нашем третьем эксперименте. 78% детей в российских семьях подвергаются насилию, говорит свежая статистика мегаполисов. Шлепки, ремень, горох и даже удары тяжелыми предметами с нанесением увечий. Все это респонденты назвали средствами воспитания. Мы решили проверить, как отреагируют жители Омска на девочку, которая вышла на улицу с провокационным плакатом. Обними, если не бьешь своих детей. Не, нет детей, но я сама тебя обниму. Обними, если не бьешь своих детей. А я наказывала свою маленькую дочку. Она слушаться не хотела, пыталась меня обманывать. Это что за акция такая? Молодец. Молодец, умничка. Ты моя хорошая. Тебя любить надо. Молодец. Как тебя зовут? Полина. Я Игорь. Тебя никто не бьешь? Нет. У меня детей нет, но я их бить не буду. Вот и обнимашки. Молодец. Родители попросили? Да. Молодец. Это что у тебя за акция такая? Я не только не бью своих детей, я внуков своих не бью и правнуков не бью. Я тебя очень люблю, девочка моя. Ты моя сладкая, маленькая моя. Солнышко такое вообще. Парень, ты конфетки ешь? Да. Сосачки. Давайте я в кармашек положу сюда вот, да? Да. Вот так делаем? Да. Леонид, а вы бы обняли нашу девочку? Конечно. Вы своих детей не били никогда? Он дочку по спине ударил пару раз. Что за ситуация была? Пришла чуть-чуть выпившая с дискотеки, но это 90-е годы были. Я не выдержал, поздно уже, но пришлось ударить. И действенное было? Какова была реакция вашего ребенка? Я помню до сих пор, и она помнит до сих пор. Ну ничего, как она меня любит, так я... Григорий, а вы считаете этот способ воспитания действенный? Нет, ну здесь на самом-то деле то, о чем Леонид говорит, это вот как раз гиперкомпенсация взрослого уже человека. То есть мне было страшно, я за тебя волновался. И вот этот момент, когда, ну, что называется, не сдержался. Ну, как воспитательный механизм это не работает. Ситуация тоже, пример, из жизни, там, ребенка поймали за тем, что он кует, и избили, да? Ну, ребенок, он понял, что курить плохо, или он понял, что если поймают, то будет плохо. Вот у него что сформировалось там в результате? Ну, какая разница, если в обоих случаях он не будет курить? Вот это мне рассказывал коильщик, там, с 25-летним стажем, который пытался от коения избавиться, да? А вот мне интересно, как у нас розготерапевт относится к розготерапии в отношении детей? Ну, могут ли родители своих детей как-то наказывать физически? Могут, но без агрессии. Но сейчас в современном обществе не наказывают вот так, физически, а говорят, вот тебя лишают сладкого, тебе не достанутся подарки. Вот мы тебя, ну, вот такое, не принимаем, там, это моральный такой наезд, он, моральный наезд намного сильнее, чем физический. Девочки, скажите, пожалуйста, вот как вас наказывают, и действенно ли это? Ну, я когда была маленькая, я часто терялась намеренно, потому что думала, они мне как-то, ну, там, сказали, что-то запретили сделать. Я сразу обижалась и пряталась. Это было очень глупо своей страны. И что, и как? Меня потом ремнем наказывали. Но это действовало, я где-то полгода не терялась потом, а потом опять. У меня нет телефона, но можно сказать, что я общаюсь через компьютер, что у меня есть свои, там, друзья, ну, как это сказать, друзья. Да, что хоть какое-то у меня есть общение с кем-то, и когда мне запрещают включать компьютер и общаться с кем-то, то... Лишить тебя компьютер, это было самое страшное наказание. То, что лишит меня общения, потому что я только общаюсь. Когда родитель наказывает ребенка по праву сильного, ребенок учится ровно одной вещи, что сильный прав. Ну, и вот эти все разговоры бьет, значит, любит, там, да, не жалеет розгу, значит, любит, там, и так далее, да. То есть мы должны научиться устанавливать с ребенком контакт, поддерживать этот контакт, поддерживать взаимоотношения. Понятно, что где-то мы будем ребенку, ну, наступать, там, на больную мозоль, его свободу как-то ограничивать. Это нормально. Там, у меня дочка, когда была маленькая, когда освоила самокат, она могла куда-то вдаль уехать. Мы с ней договорились, что если так, вот если ты уезжаешь, там, и я тебя теряю из вида, значит, мы прогулку прекращаем. Но это наказание или нет? Получается, дело всегда в агрессоре. Будь то разъяренный подросток или строгий родитель, у него проблемы, или, может быть, он чувствует беспомощность и так далее. Дайте нам совет, как перестать агрессировать. Человек должен включить диалог от самого себя самому себе. Вот, что с ним происходит. Осознание собственных чувств, это называется ментализация. Ну, по сути, я с Германом соглашусь. Действительно, в этой ситуации первый шаг – это важно осознать. И учиться адекватным способом его, ну, вот, выражения или трансформации. Леонид, а ваш совет футбольным фанатам? Можно вот, да. Только футбольным ультра с фанатом. Значит, если они проявили агрессию к тебе, к твоей противнике, надо собраться только 10 на 10, 5 на 5. И отреагируем. По правилам биться до первой крови, ногами не бить, лежачих не бить. Вот. Если изучить статистику, можно составить этакий портрет потенциального агрессора. Скорее всего, это будет мужчина, который любит играть в видеоигры, любит фастфуд и футбол. И, скорее всего, ездит на машинах BMW или Lada. Водители именно этих марок признаны самыми агрессивными. Ну, получается, чтобы быть спокойным и не агрессивным, нужно всем пересесть на велосипеды и есть авокадо и семена чья. А каждую среду смотреть программу нестандартно и легко о психологии, где мы все вместе стремимся в гармонии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok